Рассказать о проблемах и получить ответы на свои вопросы из первых уст смогли предприниматели региона. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с бизнес-сообществом. На ней присутствовали представители министерств, общественных организаций, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий. Депутат Саровской городской думы Петр Смирнов поднял на встречу вопрос создания в городе благоприятного инвестиционного климата. Он отметил, что нерезиденты Сарова в силу особенностей статуса закрытого административно-территориального образования не имеют права свободно приобретать коммерческую недвижимость. Процедура проходит через длительное согласование в органах местного самоуправления и нередко заканчивается отказом. Очень сильно страдает инвестиционная привлекательность, в первую очередь, нашего города, в связи с тем, что, во-первых, бизнесу внутри города сложно планировать строительство коммерческой недвижимости, потому что круг потребителей внутри города достаточно музык. А привлечь новых инвесторов со стороны из-за забора, будет так, не представляется вопрос, потому что непонятно, будет получено косы или все-таки будет даже разрешение. Поэтому у меня предложение к члену правительства, а все-таки поддержать здесь бизнес, бизнес закрытого города, и посмотреть с точки зрения предпринимателей на те проблемы инвестиций, которые у нас в городе существуют, уже достаточно продолжительных исследований. Я не думаю, что будут значительные поспаления, главное, чтобы не было больше ограничений, так скажем. А все-таки на практике, могу сказать, когда мы сопровождаем застройщиков подрядных организаций, по большому счету, вопросы согласования происходят достаточно быстро и эффективно. Вопрос, насколько заинтересована в этом администрация, и это, конечно, опять же, вопрос к органам местного самоуправления, к органам власти, которые и имеют в том числе ключевые показатели эффективности своей деятельности, это инвестиционное развитие инвестиционных клиентов. Директор компании «Саров Инвест» Вадим Сайгин рассказал заместителю губернатора о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели Сарова. Так, например, городские власти игнорируют федеральный закон номер 58 от 14 марта прошлого года, который установил за арендаторами земельных участков право продлить договоры аренды на три года, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженностей по арендной плате. Но администрация города Сарова не только отказывает в праве продления договоров аренды, но и в одностороннем, вне судебном порядке пытается их расторгнуть. Тему поддержал депутат Петр Смирнов, спросив, не планирует ли правительство региона вернуть себе полномочия в сфере земельных и градостроительных отношений, которые не так давно были переданы муниципалитетам. Знаю, что проблема набалевшая, и уже накопительный эффект от нее касается, наверное, всех жителей Сарова. И проблемы точно так и ставить нельзя. Поэтому в ходе обсуждений, это крайняя мера, наверное, когда поднимаем полномочия. То, что касается всех проблем, связанных с земельными отношениями и с градоукомитацией, ну, какая-то вакханалия, я, наверное, по-другому это не назову, то, что там происходит, но точно такого быть не может и не будет, я вас точно уверен. Если для этого нужно будет поднять полномочия нового региона, если они это будут, ну, мы понимаем, как это делается, это достаточно жесткий, эффективный механизм контроля за дальнейшим развитием территории. Сергей Морозов рассказал, что при правительстве региона действует еженедельный штаб по организации градостроительной политики в области. Вопросы Сарова рассмотрят на этом штабе. Кроме того, замгубернатора предложил организовать личную встречу, на которой будут присутствовать представители профильных ведомств, руководство компании «Саровинвест» и представители Саровской администрации. Я могу предложить вам два формата. Либо формат личной встречи в кабинете, либо формат, если вопрос системный, вы видите, что это касается не только вас и не только в отношении вашей организации, мы можем рассмотреть вопрос на штабе. И какие-то решения они принимаются, фиксируются по протоколу, эти решения обязательны, как для всех членов штаба. То есть таким образом мы помогаем, с одной стороны, и муниципалитетам, и сопровождаем методологически, с другой стороны, решаем спорные ситуации, в том числе с предпринимательским сообществом, если такие спорные ситуации есть. Встречу замгубернатора представителей «Саровинвеста» и администрации планируют провести в течение ближайших двух недель.